Друзья, всем привет! Сегодня у нас две весьма полезные самоделки, связанные с туристическими газными баллонами и горелками для них. Итак, начнем. Для первой самоделки, кроме баллона и горелки, понадобятся некоторые детали, которые я купил в хозяйственном магазине. Это фум-лента, изолента, манометр, тройник, гайка для манометра, пару штуцеров, хомуты и газовый шланг. Первым этапом я соберу тройник со штуцерами и манометром. Для этого я хорошо обматываю фум-лентой резьбу и накручиваю комплектующие. На самом деле я ставлю манометр лишь для дополнительного спокойствия, но, честно говоря, эта процедура не обязательно. Далее объясню почему. Теперь в дело идет самая простая газовая горелка. Необходимо открутить у нее верхнюю часть. Для этого я беру битку на 6 миллиметров и выкручиваю жуклер. На нем все и держится. Далее изолентой добавляю немного слоя у края горелки, чтобы диаметр стал примерно как у штуцеров. Короткими отрезками я нарезаю газовый шланг. Надо пару кусочков. И можно приступать к сборке. Для этого просто соединяем все части как на видео и притягиваем хорошенько хомутами. Первая самоделка готова. А нужна она для заправки пустых туристических баллонов. От обычного бытового пропанового баллона. Для безопасной заправки необходимо взвесить пустой и полный баллончик. Пустой весит около 100 грамм, а полный почти 300. Далее, используя нашу изготовленную систему для заправки, можно замерить давление в пустом и полном баллоне. В пустом, естественно, 0, а в полном 3,5 атмосферы. Ну что ж, можно идти заправлять. Для этого я накручиваю штуцер на баллон. Далее открываю вентиль большого баллона, убедившись, что вентиль на горелке перекрыт. После этого баллон переворачиваю для того, чтобы выходила жидкая фракция в маленький баллон. Ведь газ у нас сжиженный, поэтому и заправлять надо сжиженным. После этого подключаем пустой баллончик к горелке и открываем кран. Газ постепенно начинает наполняться. Но не все так просто. Как вы видели ранее, давление в маленьком полном баллоне было 3,5 атмосферы, а в большом пропановом по нормам 1,6. Поэтому, как только давление достигнет 1,6 атмосферы, заправка прекратится. Что говорит о том, что в системе манометр особо не нужен, так как ничего не произойдет. Но для особо бдительных людей его можно оставить. С первой попытки получилось залить всего 40 грамм. Поэтому, чтобы заправить такой баллон, необходимо сделать одно из двух. Либо нагреть бытовой, или охладить маленький баллон. Я, естественно, не советую нагревать бытовой баллон. Поэтому я поместил маленький баллон в морозилку на пару часов. А далее при заправке пару раз стравливал немного газ. Тем самым баллончик остывает. И так я заправил его почти до полного. Баллончики заправил, но я куда-то подевал горелку. Смешно, но факт. Поэтому поехал в ближайший хозяйственный магазин, чтобы купить газовую горелку. Кстати, в последнее время пользуюсь дебетовой картой Тинькофф Банка. И нашел некоторые преимущества в сравнении с другими банками. Например, это самое крутое мобильное приложение. Далее. Понятный и простой кэшбэк. Возвращается в рублях, а не в каких-то бонусах или баллах. Которые непонятно как тратить. За любые покупки вернется 1%. А на выбранные категории месяца до 15%. За покупку билетов в кино, концерты или театры через мобильное приложение вернется аж до 20%. И на остаток начисляют 6% годовых. Приходят ежемесячно. Если вы живете в такой же глухомане, как и я, то вам больше не придется нанимать самолет, чтобы найти банкомат своего банка, чтобы снять наличные. Так как с дебетовой картой Тинькофф Банка снимать наличные, можно в любом банкомате по всему миру бесплатно. И деньги из карты на карту можно скидывать бесплатно по номеру телефона или карты в любой банк. Но и это еще не все. Оформите карту до 31 октября и у вас будет бесплатное обслуживание карты навсегда. Вот такое уж точно нельзя упускать. Все подробности можно посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Как видим, газ из заправленного баллончика прекрасно поджигается и горит. Но в этих дешевых китайских горелках есть один большой недостаток. Если ее при горении начать переворачивать, то она непременно начнет извергать языки пламени. Вне зависимости от того, заправили ли его баллон сами или купили новый. Есть решение данной проблемы. Для этого понадобится медная трубка и двухкомпонентный прочный клей. Горелку сначала разбираем. Разбираем полностью, в том числе выкручиваем жиклер. Необходимо узнать внутренний диаметр посадочного места жиклера. Для этого замеряем диаметр жиклера, он у нас 5 мм. Запомним это на будущее, надо будет вырезать пару резинок такого диаметра. Медную трубку я загнул по форме, как на видео. Размер брал исходя из самой горелки. Маркером помечаю места, которые необходимо снять болгаркой. А также на трубке горелки помечаю будущее отверстие, в которое будет вставлена трубка. Зажимаю горелку в тиски и болгаркой с толстым диском немного убираю лишнее. На трубке горелки накерниваю будущее отверстие и сверлю их сверлом на 3 мм. Медная трубка именно такого диаметра. Далее резинками необходимо заглушить в трубке горелки проход между двух сделанных отверстий. Дополнительно проклеиваю клеем изнутри, чтобы газ не травил. Далее устанавливаю медную трубку и обильно промазываю клеем. После того, как клей высох, собираю горелку в обратном порядке. Кожух необходимо будет подпилить, так как размеры немного увеличились. После сборки проводим тест. На котором видим, что пламя абсолютно никак не меняется, вне зависимости от положения баллона с горелкой в пространстве. На любом баллоне. Друзья, на этом сегодняшнее видео подошло к концу. Надеюсь, оно оказалось полезным для вас. И если это так, то ставьте лайки и пишите комменты, какая самоделка показалась вам более полезной. Тех, кто еще не подписан на канал, я прошу подписаться, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!